Друзья, приветствую вас на нашем мастер-классе по пошиву мега пышной юбки Рождественская звезда. Эта юбка состоит из пяти слоев. Четыре верхних слоя это фатиновые слои и самый нижний слой подкладочный. Для него я использую европодкладку. Я купила ее один метр, хотя нужно намного меньше для изготовления этой юбочки, но так или иначе вот у меня один метр. Мне нужно выкроить вот такую деталь. Вот такая она по ширине в развернутом виде. Вот так вот так она выглядит в сложенном виде. Наиболее длинная из сторон этого прямоугольника в сложенном виде у меня 52 сантиметра плюс полтора на припуск на шов. 53 с половиной в сложенном виде. Соответственно в развернутом виде в два раза больше. 53 с половиной умноженное на два. Получается 107 сантиметров. Складываю свою европодкладку на данном этапе в два слоя. Так, чтобы у меня влезла моя вот это вот наиболее длинная из сторон прямоугольника. Теперь уже на сложенном два слоя материале откладываю длину юбки плюс припуск по линии низа, припуск на шов. То есть, в качестве примера я сейчас беру длину юбки 26 с половиной плюс полтора сантиметра. Откладываю 28 провожу первую черту. И еще два раза откладываю по 28 сантиметров. Откладываю таким образом две вспомогательные черты. И через все эти три черты провожу первую линию. От сгиба материала по первой линии я откладываю свои пятьдесят три с половиной сантиметров. То есть, вот эту наиболее длинную из сторон прямоугольника. Наношу тоже черточку. То есть, проще говоря, строю свой прямоугольник. 28 на пятьдесят три с половиной сантиметра. Далее я краю пояс цельно выкроенным с вот этой подкладкой. То есть, пояс отдельно здесь я выкраивать не буду. И смотрите, что я делаю. К самой первой черте я прикладываю свою резинку. Один раз провожу меловую линию. Передвигаю за меловую линию. И еще одну черту наношу. То есть, две черты я сейчас наношу. Но здесь очень важный момент. Я работаю обмылком. И он у меня минимум один миллиметр. Достаточно быстро он становится более широким. Даже больше одного миллиметра. Фактически толщина меловой линии у меня равна толщине резинки. Итак, я заложила две ширины резинки, две толщины резинки. Откладываю также припуск на шов по линии верха полтора сантиметра. Плюс откладываю еще пять миллиметров. Фактически после второй ширины резинки я просто откладываю два сантиметра. Вот и все. В эти пять миллиметров уйдет две ширины отделочного шва по поясу. Он будет проходить на расстоянии около одного миллиметра. Чуть-чуть меньше. И остаток останется на легкой скольжение резинки. Наконец-то выкраиваю ножницами свой прямоугольник. Вот так он выглядит в сложенном и также в разложенном виде. Вы это уже видели неоднократно. Теперь перехожу к раскрою фатином. Я не буду краить каждый из четырех слоев фатина по отдельности, а буду первый краить цельновыкраенным со вторым, и третий будет цельновыкраенным с четвертым слоем фатина. Я для этой юбки использую фатин низокристалл. Фатин трехметровой ширины, ячейки у фатина в виде ромбов, и сам фатин обладает ярко выраженным блеском. Этот фатин скорее не мягкий, а уже можно даже сказать жесткий. Из-за своих вот этих свойств придаст нашей юбке необходимую пышность. Мой отрез фатина, который я купила, равен два с половиной метра. Вот я его складываю сейчас пополам так, чтобы у меня получился метр двадцать пять. Скалываю булавками и под линейку провожу горизонтальную линию. Таким образом немного выравниваю фатин и лишнее срезаю ножницами. У меня получается четкая горизонтальная линия для старта моей работы. От этой линии я откладываю. Ориентируясь от этой линии, я выкраиваю два прямоугольника. Первый прямоугольник это первый и второй слой фатина цельно выкроены, а второй прямоугольник это третий и четвертый слой фатина цельно выкроены между собой. Теперь о размерах этих прямоугольников. Каждый слой из фатина на 2 сантиметра в готовом виде длиннее, чем слой подкладки. Я не забываю также, что по фатину на каждом слой у меня должен быть еще припуск на шов по линии верха. Вспомните пожалуйста, я только что выкраивала подкладку и я первую черту проводила на расстоянии 28 сантиметров от среза. Это была длина с учетом одного единственного припуска, но там по линии низа, а здесь по линии верха. Точно также 28 сантиметров я от них отталкиваюсь, в них заложена первоначально задуманная длина, то есть длина подкладки плюс полтора сантиметра припуск на шов и я добавляю те два сантиметра на которые должна быть должен быть каждый слой фатина длиннее, то есть 30 сантиметров. Здесь я дольше объясняю чем на практике допустим я это делаю. Везде я всегда беру одинаковые, стараюсь брать во всяком случае при работе с юбкой это я точно взяла одинаковые припуски на швы везде и это мне позволяет не запутаться во время раскроя, то есть уменьшается вероятность ошибки. Итак 30 сантиметров у меня длина каждого слоя, поскольку я краю слои цельно выкроенными, первый со вторым, третий с четвертым, я откладываю не по 30, а по 60 сантиметров, это также ускорит мою работу и облегчит мою работу в процессе присбаривания затем. А на этом этапе, на этапе раскроя, сокращается время в два раза на проведение линий, поскольку я в два раза меньше черчу, вместо четырех две, вместо того чтобы по четырем линиям обрезать ножницами, обрезаю только по двум, а уравнивается материал вначале всегда хоть четыре слоя, хоть десять, хоть два слоя, всегда вначале на это затрачивается время, чтобы все слои были четкими, ровными и красивыми, по-любому и всегда скалывается булавками, и на каждое скалывание булавками тоже получается сокращается время в два раза. Я только что выкроила перед вами две полосы из фатина, но когда раскалываю булавки, у меня оказывается четыре полосы, как они получились, напоминаю, я складывала свой отрез фатина длиной в два с половиной метра пополам, так чтобы у меня получился метр двадцать пять, отложила одну полоску шестьдесят сантиметров, вторую у меня ушло сто двадцать сантиметров, плюс там где-то один сантиметр, и вы помните, я выравнивала фатин, это я вам напоминаю, так чтобы вам было понятно, что я сделала. Следующий шаг, который мне нужно сделать, это закольцевать подкладку и закольцевать слои из фатина. Пока месь фатин я временно отодвигаю в сторону и перехожу к работе над подкладкой. Разворачиваю свою подкладку так, чтобы мне было удобно с ней работать. Со стороны среза, где у меня запланирован быть пояс, от этого среза откладываю запланированный припуск на шов, у меня это полтора сантиметра, затем замеряю всю оставшуюся часть пояса до припуска и делю ее пополам. Просто по линейке, вот смотрите, я прямо маркером отмечаю оставшуюся ширину пояса, у меня это 6 сантиметров 8 миллиметров, делю пополам, получается три и четыре. Через эти три и четыре будет проходить моя резинка, моя эластичная тесьма, я ее прикладываю для того, чтобы удостовериться, что я не ошиблась. За третьей меткой, за ней я откладываю небольшой участок маркером и от второй метки вверх я тоже откладываю небольшой участок длиной в один сантиметр. Этой длиной я буду делать закрепочные швы, а между этими двумя закрепками будет окно, через которой будет продеваться резинка. Теперь перехожу за швейную машину, я буду делать французский шов, у меня материал двухсторонний, обе стороны лицевые. Если же у вас односторонний материал, то есть одна сторона лицевая, вторая, изнаночная, значит на данном этапе нужно сложить материал не лицевыми, а изнаночными сторонами друг к другу. Выставляю ширину стежка 3 миллиметра, но чем уже я хочу сделать в итоге свой шов, тем меньше ширину стежка мне сейчас надо выбирать. Она от полутора до трех миллиметров сейчас может быть. Ширина шва равна 5 миллиметров, ориентируюсь на ширину лапки. Четко по отмеченным меточкам делаю закрепки. Одна закрепка, теперь прошиваю участок до закрепки, аккуратно, внимательно убираю булавку. Показываю вам маркером пределы своей второй закрепкой, чтобы вам было яснее и виднее. Остановилась, прошила до меточки. Обратный машинный ход, закрепка. Продолжаю шов до конца, до самого среза. Ну и как всегда в конце мы тоже ставим закрепку, вначале и в конце шва. Это понятно, это видео рассчитано все-таки для профессионалов уже. Здесь очень много нюансов, которые требуют определенного профессионализма в их выполнении. Теперь утюжим припуски на шов по всей длине шва. Теперь участок между закрепками я размечаю маркером, чтобы вам было понятно. И вот весь этот участок между закрепками мне нужно на этом участке проложить два шва. С одной стороны припуск, один припуск на шов обработать зигзаг швом, насквозь с подкладкой и со второй стороны. На этом участке мне нужно предотвратить в дальнейшем осыпание, когда будет прокладываться резинка. Я это делаю за счет зигзаг шва. Вы можете выбрать другой путь, оверлок или оплавление материала, если материал синтетический и поддается, соответственно поддается оплавлению. Я же это делаю за счет зигзаг шва. Еще раз утюжу. Теперь уже зигзаг шов как следует отутюживаю. Теперь под зигзаг швом прямо до шва, оставляя буквально один миллиметр не доходя до шва, делаю подрезы и заутюживаю припуски на шов на одну из сторон. До конца шов весь. Утюжу подтягиваю за оставшиеся нитки. Мне так удобно при утюжке использовать эти остатки ниток, затем, когда они мне уже не нужны, я срезаю их. Что я делаю сейчас? Сейчас срезаем припуски на шов, оставляя 1-2 миллиметра. Срезаю свой припуск до конца, переворачиваю ткань на другую сторону, затем еще немного приутюживаю и продолжаю работу за машиной. Теперь прокладываю шов еще один на ширину лапки. Дохожу до закрепки первой. Вот я отмечаю участок, где у меня первая закрепка заканчивается. Делаю обратный машинный ход, прошиваю до второй закрепки. И прошиваю вторую закрепку теперь. Опять использую влажно-тепловую обработку, заутюживаю припуск на одну сторону, обрезаю лишние нитки, затем заутюживаю на другую. Теперь беру распарыватель и распарываю участок шва между закрепками. Распорола, убираю нитку, срезаю ножницами ее и распарываю точно такой же участок по второму шву. Зигзаг шов не трогаю. Вот смотрите, я вам показываю участок шва между закрепками. Итак, распорола. Все, отверстие для резинки готово и наш материал закольцован. Теперь перехожу к работе над линией низа юбки. Для того, чтобы обработать линию низа на расстоянии двух сантиметров от среза я прочерчиваю вспомогательную линию. Вы помните, что припуск у меня полтора сантиметра, а я сейчас беру два сантиметра, почему вы поймете в процессе. Теперь срез своего материала я укладываю к белой линии и постепенно по кругу прокладываю шов. Загибаю материал срезом к белой линии я повторяюсь и прокладываю шов шириной стежка 2 миллиметра. Расстояние от сгиба на котором я прокладываю шов меньше одного миллиметра. Вот что у меня получается. И так далее я прокладываю шов по кругу, то есть по нашему кольцу. В месте пересечения со швом французским, который мы делали, я сейчас пересекаю его, нужно сделать подрез. Поскольку материал сейчас загибается, припуск шва загибается на 1 сантиметр, то есть вот мы укладываем к этой белой линии, у нас припуск шва загибается на 1 сантиметр. Вот я вам показываю этот 1 сантиметр. Чуть-чуть дальше одного сантиметра на 1 миллиметр, дальше этого одного сантиметра я сейчас срежу припуск шва ножницами. Таким образом я убираю лишнюю толщину материала, чтобы она мне не мешала сделать и этот шов, который я сейчас выполняю. Это интерпретация московского шва, чтобы она не мешала мне его сделать тоже красивым. Итак, я завершила свой шов по кругу, по кольцу и срезаю ножницами припуск, оставляя расстояние менее 1 миллиметра от машинного шва. Берите ножницы с тонкими лезвиями и тогда у вас останется самый-самый минимальный припуск, менее 1 миллиметра. Будьте внимательны, чтобы случайно лезвиями ножниц не разрезать нитку шва, которую мы только что проложили. Вот я вам показываю свой остаток, что у меня остается. Тоже по кругу полностью убрала этот припуск и опять за машинку прокладываю шов, опять ориентируюсь на белую линию. То есть опять загибаю материал, укладывая уже образовавшийся сгиб от шва к белой линии, к белой полосе. И прокладываю шов в шов, то есть второй шов в первый и опять по кругу, по кольцу прокладываю сточной соединительный шов. Таким образом у меня получается уработалось еще 5 миллиметров, то есть тот задуманный припуск в полтора сантиметра, он у меня уработался. В конце работы отутюживаю весь шов по кругу. Все, этот этап работы завершен, перехожу к следующему, к работе над поясом. Припуск на шов по линии верха у меня запланирован, напоминаю, полтора сантиметра тоже. Я откладываю сейчас 2 ширины припуска на шов, то есть 3 сантиметра и прокладываю в вспомогательную черту. По 3 сантиметра по кругу, по кольцу откладываю и иду к утюгу. У меня получилась сейчас вспомогательная белая линия. Теперь к этой белой линии я укладываю срез своего материала и заутюживаю. У меня получается четкая линия. Постепенно, не спеша, продвигая платформу своего утюга, заутюживаю сгиб равный ширине моего припуска на шов. Получается полтора сантиметра. Эта линия просто ориентир, эта белая линия сейчас. Даю ткани несколько секунд остыть. Теперь беру линейку и линейкой от сгиба замеряю ширину пояса, включительно с последней закрепкой, там где мы делали, помните, прорезь для резинки. Вот замеряю это сейчас линеечкой. Почему? Потому что линии, многие линии на данном этапе после многократной влажно-тепловой обработки уже стерлись. Поэтому нужно просто замерить линеечкой. Получившуюся величину я теперь опять откладываю по кругу. Вот какая у меня получается от сгиба по закрепку, самую последнюю. Вот эту величину по кругу, по кольцу я снова откладываю и опять иду к утюгу. Опять к белой вспомогательной линии укладываю сгиб и приутюживаю горячим утюгом. И так далее по кругу. Все. Все. Теперь наша подкладка, наш пятый слой, самый нижний, полностью готов к соединению со всеми слоями из фатина. В первую очередь хочу вам показать два варианта этой же юбки. Первый вы видите сейчас на экране, второй сейчас появится немножечко позже. Вы видите разницу? Для первого варианта обшиты три слоя фатина по низу красной лентой. Для второго варианта нашита лента только по первому слою. Посмотрите, насколько юбка становится красивее и пышнее, когда нашита три слоя. Иногда мастера думают, что это только на один слой нашита лента. Мастера или даже могут этот мастер-класс смотреть не мастера, а обычные люди, то есть наши заказчики. И вот люди убеждены иногда, что это только на один слой. Вот на один слой, если нашивать, это выглядит вот так. И сюда надо 6 метров атласной ленты, плюс припуски на шов. Если же мы хотим сделать юбку, вот именно как заявлено изначально в мастер-классе, то есть обилие атласной ленты нужно для такого дизайна, минимум на три слоя, желательно вообще на четыре. Что будет, если на четыре слоя нашить ленту? То есть на четыре слоя уйдет 24 метра, на три 18 метров. Что будет? Будет вот такая пышность. Если у меня получается горизонтальная линия, обшив три слоя, то на четыре слоя, это фото я взяла из интернета, получится вот такая линия еще выше горизонта, поднимается вверх к плечам нашей ленты. И получается очень пушистая, для маленьких девочек очень красивая рождественская праздничная юбка. Кроме того, если мы нашиваем только на один слой эту ленту, смотрите, лента также приподнимает наш фатин вверх. И получается, что нижние слои, второй, третий, четвертый, они как бы обнажаются в тех местах, где лента поднимается вверх выше всего. Ну и на мой взгляд, получается эстетически не совсем красивый вариант. Хотя, возможно, кому-то такое тоже нравится. Так, давайте продолжим. Из четырех полос фатина выкроенных я буду делать два кольца. Каждое кольцо у меня получится длиной 6 метров. Беру одну из полос фатина, раскрываю, нахожу срез с одной из сторон. Беру другую, скажем, пускай будет вторая полоса, покрываю первую таким же срезом. Скалываю булавками, подготавливаю к соединению машинным швом. С одной стороны. И со второй стороны тоже два среза свободных соединяю, так, чтобы у меня получилось кольцо из фатина длиной 6 метров. Третьей и четвертой полоской поступаю точно так же. Третьей и четвертой полоской поступаю. Еще до начала работы, но в крайнем случае на данном этапе нужно определиться, когда мы пришиваем атласную ленту. Ее можно пришить сейчас, чуть попозже или вообще в самом конце. В первую очередь я сейчас буду прорабатывать вот такой дизайн юбки, то есть лентой по верхнему слою, поэтому я сейчас буду нашивать только по верхнему слою. Вы посмотрите весь процесс до конца. Там есть тоже очень много интересных и важных нюансов, полезных для работы. Что же касается второго и третьего слоя, я буду нашивать, как вы помните, только на три. Я их сделаю просто попозже, в самом конце работы. Для одного из колец прокладываю швы с обоих сторон. Там, где у меня есть булавки, там прокладываю по одному соединительному шву. Это будет кольцо 3, дробь 4. После того, как машинные швы, швы уже проложены, срезаю припуск фатина, оставляя 1 мм. По второму кольцу, там где я буду нашивать атласную ленту, я прокладываю покаместь только один шов, а второй, со второй стороны срезы фатина у меня остаются покаместь, еще с колотой булавками. Убираю одну из булавок, отгибаю один угол фатина, так, чтобы он мне не мешал. Тоже подкалю вот его булавочкой. И прикладываю свою ленту к срезу фатина. Заползаю всей шириной ленты, наползаю, можно так сказать, на фатин, не доходя буквально полмиллиметра-миллиметр. То есть, атласная лента на миллиметр выглядывает за пределы среза фатина. Смотрите, у каждой ленты есть кромочка. Вот я ее сейчас показываю вам. Рядом с кромочкой есть такой, как бы, желобок по длине всей ленты. Вот в этот желобок я сейчас прокладываю свой шов полностью по всем шестим метрам, по всей длине кольца. Прошиваю атласную ленту. Расположение шва в этом желобке или можно его назвать также углублением, так вот расположение шва именно здесь делает этот шов менее заметным, вообще практически незаметным. Такое впечатление, что его там вообще и нет при правильных настройках машины. при отсутствии эффекта стяжки шов вообще незаметный. Ну и также играет роль цвет выбранных вами ниток. Но в целом шов получается незаметным, то есть можно сказать невидимый по лицевой стороне. Обрезаю ленту. Теперь нашитую ленту складываю изнаночными сторонами друг к другу и прокладываю шов на ширину лапки. Поехали. Поехали. Продолжение следует. Хорошо. Поехали. так я уравняла свои срезы и оплавляю свои срезы оплавляем самый простой вариант спичкой либо выжигателем по ткани вернее об мы оплавляем не спичкой а пламенем от спички теперь складываем ленту лицевыми сторонами друг другу и прокладываем еще один шов нитки в цвет ленты длина нашего шва равна ширине нашей ленты то есть только на участке где у нас расположена лента прокладываем этот коротенький шов в цвет ленты нитки в цвет ленты для того чтобы окончательно закольцевать наш фатин меняем нитки на другой цвет на цвет фатина и прокладываем обычный сточной шов на ширину лапки после того как шов проложен мы также его должны срезать то есть не его а мы должны срезать при пуске шва оставив один миллиметр приближаясь к ленте я разворачиваю лезвие ножниц так чтобы сойти на нет к ленте кольцо 3 дробь 4 и кольцо 1 дробь 2 теперь беру кольцо 1 дробь 2 нагреваю свой утюг и методом перегиба и заутюживания отделяю первый слой фатина от 2 по кольцу 1 дробь 2 складываю пополам прикасаюсь горячей платформой утюга приутюжила чуть-чуть продвинулась придержала руками приутюжила опять продвинулась придержала ладонями рук продвинулась и так по всему кольцу 1 дробь 2 и по кольцу 3 дробь 4 отделяем таким образом слои друг от друга теперь мне нужно присборить фатин для этого я меняю лапку на швейной машине раскрываю кольцо 1 дробь 2 так чтобы я видела заутюженный срез и прокладываю на расстоянии от среза 1 и 4 сантиметра то есть 1,4 сантиметра прокладываю присборивающий шов на платформе машины у меня нанесены метки и укладывая заутюженный сгиб на меточку нужную мне отклад прокладываю шов по всему кольцу присборивающий вот мой результат теперь мне нужно проложить еще один такой же шов тоже на расстоянии 1 и 4 в общем на расстоянии 14 миллиметров от этого же сгиба но в другую сторону вот мой результат а кольцо 3 дробь 4 присбориваю только по самому сгибу то есть одним единственным швом для того чтобы ускориться в работе теперь беру опять свое кольцо 1 дробь 2 и беру подготовленное кольцо из европодкладки выворачиваю свое кольцо из фатина так чтобы на меня сейчас смотрел второй слой и вставляю в него слой европодкладки тоже присмотритесь внимательно как я раскрываю припуск на шов и теперь по кругу подкалываю и приметываю подкладку к фатину заутюженный сгиб мне и сейчас помогает в работе я прямо по заутюженному сгибу я его вижу я его ощущаю пальцами складываю и четко таким образом уравниваю по длине первый и второй слой теперь беру кольцо из фатина 3 дробь 4 подкалываю булавками и тоже приметываю затем иду к машине и прокладываю машинный шов для того чтобы не сделать брака выворачиваю юбку таким образом чтобы на меня сейчас смотрела подкладка только после этого прокладываю шов и и и и и и и и теперь горячим утюгом приутюживаю припуск шва очень аккуратно носиком утюга продвигаюсь так чтобы не заскочить утюгом за шов то есть только до самого машинного шва таким образом я убираю толщину вот с такого толстого объема приблизительно сантиметр даже больше объем фатина превращается вот в такой вот тоненький буквально один миллиметр может быть чуть чуть больше но так или иначе значительно уменьшается в объеме теперь я продолжаю убирать толщину с припуска фатина с припуска на шов делать его более плоским и удобным в дальнейшей работе но теперь уже с помощью ножниц вырезаю буквально высекаю ножницами своего рода треугольники кроме треугольников также вырезаю часть припуска на шов убираю то есть с полутора сантиметров уменьшают до сантиметра и продолжаю вырезать треугольники здесь кому как удобно кому-то удобно вначале срезы треугольники потом убирать высоту кому-то вначале убрать его ширину припуска а потом высекать треугольник то индивидуальный выбор каждого мастера здесь кому как удобно вот в этих моментах последовательность выберите сами теперь заправляю подкладку внутрь юбки и отделяю пояс то есть тот участок кольца нашего который из подкладки сделан отделяю ориентируясь по сгибу просто расправляю пальцами внимательно прощупываю если нужно посмотреть просматриваю внимательно чтобы никакой припуск фатина не оказался за пределами пояса то есть вот этот момент здесь нужно быть внимательным и не торопиться в этом на этом этапе работы тоже подкалываю булавочками по кругу затем иду за машинку и прокладываю шов вот шов первый шов который я сейчас буду прокладывать я буду прокладывать два я прокладываю сейчас шов прямо в соединительный шов которым соединялась подкладка с фатином вот прямо в него прокладываю соответственно он тоже становится своего рода невидимым этот шов вот кому-то из вас возможно будет достаточно одного вот этого шва и больше никаких швов вы делать не будете я же буду делать еще второй шов который будет играть и роль отделки и добавлять дополнительной крепости нашему поясу показываю вам результат как выглядит этот же шов со стороны подкладки опять сажусь за машину и прокладываю тот самый второй шов о котором я вам говорила он находится на расстоянии менее чем один миллиметр от соединительного шва нашего первого соответственно пространство для резинки у меня сейчас чуть-чуть уменьшается при просчете пояса всегда помните об этом расстоянии теперь беру резинку размечаю как всегда я уже не неоднократно показывала это в своих роликах размечаю не обрезая нужный кусок пока не столько размечаю на с бобины сколько мне нужно непосредственно кусок резинки 50 сантиметров я сейчас себе отмеряю и прокладываю ее внутрь при помощи английской булавки с двух сторон резинки разметила прокладываю через наше отверстие через наше окошко когда уже проложила полностью резинку только тогда срезаю не забыв о припуске на шов все и сажусь за машинку соединяю два конца резинки соединив два конца расправляю резинку и прошиваю три закрепочных шва поперек нашего пояса нахожу центр юбки и нахожу две боковые ниточки и вот по ним прокладываю швы длина швов равна ширине нашего пояса для того чтобы при использовании изделия резинка внутри пояса не перекручивалась и не скручивалась каким-либо образом для этого делаются вот эти три коротеньких шва пояса и у что нахожу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok